В этот салон красоты судебные приставы вместе с представителями администрации пришли не стричься и бриться, а взыскивать долг. Индивидуальный предприниматель недоплатил фискальным органам более 300 тысяч рублей, а именно единый налог на вмененный доход. У должника было обнаружено имущество, ликвидное имущество, которое подлежит аресту. Сейчас выясняется, работает ли данный солярий. Если он работает, находится в рабочем состоянии, то солярий, естественно, будет тоже арестован. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества. Гарантом оплаты за должности выступили четыре кресла, солярии и зеркала. В случае, если коммерсант не расплатится, эти предметы уйдут с молотка. Предприниматель открыл салон красоты, налоговые платежи не вносит, также имеется задолженность пенсионный фонд. В первую очередь обращается взыскание на денежные средства. Когда денежных средств недостаточно для погашения образовавшегося долга, судебный пристав накладывает арест на имущество должника. Судебные приставы и представители муниципалитетов в тандеме работают эффективно. Они уверены, что благодаря совместным рейдам удастся увеличить размер доходной части городского бюджета. А вместе с этим повысится дисциплина у пермских предпринимателей. В нынешней ситуации для нас крайне важно взыскание недоимки по всем налоговым платежам. И поэтому мы придаем большое значение такой совместной работе. Местное самоуправление и служба судебных приставов здесь абсолютно единой. И за должность это будет взыскана. Такие рейды будут проходить на территории города регулярно. Так что всех неплательщиков рано или поздно может постичь та же участь. Елена Еговцева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.